Минувшие выходные премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и президент Татарстана Рустам Мениханов дали старт трем проектам автомобилестроения. 261 миллиард тенге инвестиций выложат в строительство заводов по производству чугунного литья и компонентов для мостов грузовой техники КАМАЗ. Новые производства развернут в индустриальной зоне Кустаная. Кроме того, в городе Сарань Карагандистской области откроется производство автомобильных шин. В ходе рабочей поездки в наш регион глава правительства Аскар Мамин обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере автомобилестроения с руководством российских компаний КАМАЗ и Татнефть, узбекской УСАУТО, а также ознакомился с деятельностью АО Сарарка Автопром. Подробности визита в материале моих коллег. Премьер-министр страны Аскар Мамин ознакомил с достижениями местного автопрома. С конвейера Кустанайского автозавода сходят не только тысячи легковых авто, но и автобусы, что колесят по всей стране. Планы весьма амбициозны, в их числе и старт производства новых моделей автомобиля «Джак». А это уже момент исторической и знаковой церемонии закладки камня под строительство в индустриальной зоне заводов по производству чугунного литья и компонентов для мостов грузовой техники. КАМАЗ делает беспрецедентный шаг, когда производство компонентов располагает не на своей площадке, а в соседнем государстве. Это знак большого доверия, которое сложилось между двумя странами. Сегодня мы даем старт новым совместным производствам по чугунному литью и компонентам для грузовой техники. Безусловно, реализация этих проектов несет не только экономический, но и большой социальный эффект. Общий объем инвестиций составит порядка 150 миллиардов тигг. Из учетов смежных отраслей будет создано до 1200 рабочих мест, а уровень локализации составит 70%. В результате заключения с КАМАЗом долгосрочного контракта 95% производимой продукции будет направляться на экспорт. Проектная мощность совместных предприятий — это больше 40 тысяч единиц отлитых компонентов и 86 тысяч редукторов главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей в год. На производственных площадках планируют внедрить самые последние технологии. Это цифровое роботизированное производство. На предприятиях создадут порядка 1200 новых рабочих мест. Строительство заводов планируется завершить в 2023 году. То, что сегодня произошло, это перенос на территорию Республики Казахстан абсолютно новых технологий в рамках стратегической программы развития глобальной компании КАМАЗа. Мы сюда передаем новые типы литья, которые будут работать на цепочку кооперации во всем мире для компании КАМАЗа. Самые новые разработки будут освоены на этих площадках. Это литье для нас, наших двигателей новых и проектирование и изготовление проекта по мостам. Все будет делаться в Казахстане. Мы уверены, что это принесет на территорию Республики Казахстан новые компетенции. Мы рады тому, что здесь комплексно решается также вопрос по подготовке кадров для наших заводов. А это первый шаг к созданию шинного кластера в Центральной Азии. В присутствии Оскара Мамина и президента Татарстана Рустама Миниханова, Акимат Карагандинской области и ТАТ «Нефть» подписывают инвестиционный меморандум. Проект по производству автомобильных шин будет реализован в городе Сарань. Мощность завода составит 3 миллиона шин для легковой техники и 500 тысяч шин для коммерческой техники и автобусов. Реализовать проект планируют в 2022 году. Общий объем инвестиций – порядка 111 миллиардов тенге. Этот проект, несомненно, несет в себя огромное содержание. Это высокотехнологичное производство шин. Это претензия на превращение Казахстана в глобальный шинный центр, такой кластер, который будет работать, закроет нужды не только в Казахстане, но и всех соседей вокруг. Новые проекты в сфере автомобилестроения назовут взаимовыгодным партнерством для рынков двух стран. Вообще, если того, что вы плыли рынками Казахстана, и для вас интересы, и для ТАТ «Нефть» интересы, с учетом того, что мы серьезно развиваем нефтехимию, кроме нефтиперработки. Мы запустили второй уже, и компания «ТАТ «Нефть» пошла на то, что даже она купила за опыт производства ковшек Талятинский. Талятинский ковшек. И здесь логистика очень тоже хорошо получается. Я думаю, что ваша поддержка, наши желания очень оперативно можно решить большую задачу. В ходе встречи глава правительства Оскар Мамин обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере автомобилестроения с руководством российских компаний «КамАЗ» и «ТАТ «Нефть» и узбекской «Узавто». Он отметил, что с начала года объем производства в отрасли автомобилестроения увеличился на 51,8%. Инвестиции в основной капитал выросли более чем в 6,6 раз, до 9,4 млрд тенге. Новые проекты в сфере автомобилестроения – это расширение промышленной кооперации между Казахстаном и Россией.